И сегодня у нас в гостях в рубрике «Главный герой» заместитель начальника Центра видеофиксации областного ГИБДД Андрей Смирнов. Здравствуйте, очень приятно, что нашли время и заглянули сегодня к нам. Добрый день. Давайте начнем с вами с сухой статистики. Сколько постановлений о нарушении ГИБДД вынесено с начала 2018 года? В текущем году комплексами автоматической фоторефиксации зафиксировано уже более 1 миллиона административных правонарушений. Это много или мало? Если брать по сравнению с прошлым годом, то гораздо больше, чем в прошлом году за этот же период. То есть наличие видеокамер на перекрестках или на другом участке дороги – это эффективная мера в борьбе с нарушителями? Мы тут даже говорим о том, что больше нас касается не количества административных правонарушений, а как раз качества. То есть что за этим следует? Если посмотреть на сегодняшний день, то непосредственно фиксация административных правонарушений в автоматическом режиме позволяет снизить количество дорожных происшествий на участках, где они установлены. Сколько сегодня в городе Челябинске у нас работает камера видеонаблюдения? На сегодняшний день именно в городе Челябинске работает 35 участков, где установлены камеры видеонаблюдения. Планируете ли вы увеличивать их количество? Потому что была информация о том, что планируется приобретение еще 50 камеров. На сегодняшний день на площадке правительства размещен аукцион, согласно которого правительство собирается еще дополнительно, только в городе Челябинске, 42 поста оборудовать системами фото-видео фиксации. Как планируется улучшать работу комплексов автоматической фиксации? Улучшение, опять-таки, мы говорим, здесь идет по количеству выявляемых административных видов правонарушений. То есть, если на сегодняшний день их таких 7 видов комплексами фото-видео фиксации фиксируются, это, соответственно, проезд на запрещающий сигнал фотофора, пересечение стоп-линии, парковка-стоянка, скоростной режим, потом, соответственно, нарушение требований дорожных знаков, размещение транспортных средств на проезжей части, то в дальнейшем планируем, что будет, во-первых, выявлять нарушение требований дорожных знаков движения грузовых транспортных средств, это, опять-таки, ОСАГО, это, соответственно, в том числе и нарушение прохождения технического осмотра, потом, соответственно, есть, так скажем, продвижение в области выявления нарушений на железнодорожных переездах и, соответственно, ряд видов административных правонарушений, которые, вполне возможно, будут в дальнейшем фиксироваться именно в автоматическом режиме. Появится ли в Челябинске повсеместно, возможно, так называемая вафля-разметка, запрещающая выезжать на загруженный перекресток? У нас был такой опыт уже в Челябинске? Если комплексы, опять-таки, которые будут у нас оборудованы перекрестки, будут позволять фиксировать данный вид административных правонарушений, то мы в итоге придем к тому, что будем наносить данный вид разметки. И в завершение еще один вопрос у меня о передвижных камерах. Кто определяет места их установки и считается ли отсутствие знака, информирующего о том, что сейчас будет происходить видеосъемка, нарушение каким-то? Мы говорим о том, что, опять-таки, в 2016 году были приняты два ГОСТа, это технические средства регулирования дорожного движения. Соответственно, по фото-видео фиксации непосредственно ГОСТ был принят в 2016 году, который говорит о том, что все-таки место установки регламентируется за непосредственно госавтоинспекцией. На сегодняшний день мы говорим, что на территории Челябинской области ежемесячно мы готовим решение за подписью руководителя ГОСТа инспекции Челябинской области, в котором мы указываем четкие места вплоть до четкого времени, то есть подекадно мы разбиваем, где тот или иной комплекс должен нести службу. В итоге, соответственно, если комплекс работает вне данного решения, соответственно, все фиксирующиеся правонарушения будут просто на все подвергнуты браку. Все понятно. Спасибо большое еще раз, что нашли время, заглянули к нам. А я хотела бы напомнить, что сегодня у нас в гостях в рубрике «Главный герой» был заместитель начальника Центра видеофиксации областного ГИБДД Андрей Смирнов.